Театр русской драмы имени Леси Украинки — это настоящая сценическая фабрика. Это один из немногих театров, где в одном здании происходит полный цикл подготовки спектакля. Здесь собраны столярные мастерские, пошивочные и бутафорские цеха, огромные склады с костюмами и декорациями. В театре не бывает мелочей. Всё, что происходит на сцене, — это результат работы не только режиссёра и актёров. Не так истерично, говори, 200, 300, 500. Над спектаклем трудятся десятки людей, которые предпочитают не появляться на публике. Здесь у нас всего очень много, из этого всего рождается декорация. Наша работа интересна тем, что, в принципе, всё делается, практически всё делается первый раз. То есть это можно приравнять к экспериментальному производству. Пока разрабатывается оформление спектакля, знакомую зрителю сцену заменяется всем крошечная. Но здесь всё по-настоящему. Работает даже поворотный круг. Перед тем, как стать большой декорацией, каждая деталь тщательно выверяется. Мастер всё делает вручную. И мебель, и фонтан, и почти игрушечные фонари. Только пройдя испытания миниатюры, элементы сценографии становятся большими. Художник по костюмам, творец и учёный в одном лице. Нужно уметь остаться в эпохе и заставить одежду говорить со зрителем. Вот что касается вот этих образов, они вначале у меня все светлые. То есть, ну, это как бы курорт, воды, всё очень благополучно, всё очень хорошо. Ну, и, конечно, кардинально меняется ситуация и меняется кардинально цвет костюма. Фасон остаётся, меняется состояние внутреннего человека, который передаётся через цвет костюма. Эскизы превращаются в платье в пошивочном цеху. И даже здесь за работой грозно наблюдает Станиславский, готовый в случае промаха крикнуть легендарное «не верю». Реквизиторы – это особенный клан волшебников. Они умеют создавать буквально всё из подручных средств. Всё вина, всё это делаем, вина с каркаде делаем, завариваем. А коньяк настоящий? Ну, коньяк у нас чая. Картошка запечённая, форшмак – это всё делается с яблок. Яблоки мелко тёртые, яблоки крупно тёртые, яблоки кусочками. Всё это на тарелках очень красиво. Здесь всё по полочкам. Спектакли разобраны по компонентам, и каждый хранится на своём месте. Перепутать что-то просто невозможно. Всё мы в отборке делаем. Понимаете, вот на каждую отрису. Первый и второй яхт, на каждую. Всё по украшениям, разносим по гримёркам. Это телефон, который, вот, дры идёт. Так ему уже, наверное, лет 30. Отреставрировали, почистили, и он же будет ещё 300 лет работать, если мы его бережём, понимаете. Вот чернильный прибор, которому тоже много лет. Понимаете, вот. Но он уже со спектакля в спектакль будет переходить, если это нужно. Как и декорации, все постановки укомплектованы и компактно ждут своего часа. Вот декорации, которые вы видите на сцене, большие, объёмные. И их, по ходу задумки режиссёра-художника, нужно сделать так, спроектировать, чтобы удобно было в хранении, демонтаже и монтаже. Огромные камни и здания сделаны из дерева и папье-маше. Но даже вблизи не отличить от настоящих. Постановка спектакля длится от трёх недель до полутора лет. Спектакль «Враг народа» литовского режиссёра Йона Савайткуса готовили два месяца. И 2 апреля вы собственными глазами увидите результат тяжёлого ежедневного труда всех этих очень талантливых работников театральной фабрики. «Билый Петр, теперь я представляю высшую власть в городе. Мою шляпу и трость, если ты полисмейстер, то я тогда фонд, начальник всего города. Верни шляпу, говорю тебе, ты грозил волю тебя!» Надежда Овден, Евгений Покольчук. Подробности Юэй, телеканал Интер. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова